Сегодня я хочу говорить на тему гора посвящения. Гора посвящения. Вы знаете, иногда, когда все источники, от которых мы питаемся, они засыхают, когда все, что раньше получалось, перестает получаться, когда то, что нас удовлетворяло, перестает удовлетворять. Очень часто это значит, что Бог работает в нашей жизни. Вы знаете, потому что это приводит нас в это состояние жажды. После того, когда Петр был с Иисусом, он видел Божьи чудеса, он видел сверхъестественную силу. И Иисус умер, и он думал, что все на этом закончилось. Он вернулся на рыбалку. И он рыбачил, рыбачил, а оно не получается. Он как бы делает, он был профессионал в своем деле. Он знал все, как правильно делать, а у него ничего не получается. И вы знаете, иногда мы переживаем вот эту тряску в нашей жизни, когда все, что у нас раньше получалось, оно перестает получаться. Все, что раньше мы видели, мы перестаем видеть. Все источники, от которых мы питались, они начинают иссыхать. И это работа Духа Святого. Очень часто это Его работа в нашей жизни. Чтобы привести нас к источнику, который является Иисус Христос. Чтобы привести нас к единственному источнику. Потому что наша жизнь, наше сердце, оно не на торговле. Чтобы какую-то часть когда-то выделить. Это не хобби для нас. И вы знаете, мы очень часто говорим о цене. Мы говорим, что, ну, если ты придешь к Иисусу, тебе надо все оставить. Но знаете, во свете Иисуса, в глазах или во свете вечности, те вещи, которые были для нас ценные, они теряют ценность. Те вещи, которыми мы так дорожили, за которых мы так держались, они стоят ничто. Когда Моисей, он встретился с Богом, когда у него была эта жажда видеть его лицо, он переживал его присутствие, он переживал Божьи движения, он переживал чудеса, он переживал сверхъестественное явление Бога, но у него была большая жажда, у него было большее стремление. И он говорил, Господь, я хочу видеть Твое лицо, я хочу видеть Тебя, я хочу встретиться с Тобой. И когда он имел эту встречу на этой горе, мы видим, что когда он пришел с этой горы, и мы знаем, что Бог хотел истребить народ, и Моисей, он вступился, и он сказал, что, Господь, если ты истребишь их, истреби меня вместе с ними. Вдруг Моисей перестает считаться со своей жизнью. Вдруг для Моисея даже его собственная жизнь стает бесценной для него. И он так просто говорит, возьми мою жизнь. Во свете Иисуса Христа те вещи, которые для нас были такие ценные, они стоят ничто. Апостол Павел говорит, я все почитал за ссор. Все, я умер для всего этого. Все это больше не существует для меня. Во свете Иисуса. Когда Закей встретился с Иисусом, Закей любил деньги, Закей любил успех, Закей был готов переступить любого, чтобы получить какую-то прибыль. Вы знаете, может быть, ему объясняли и говорили, ну ты не прав, ну ты не должен так поступать, ну ты оскорбляешь людей. Закей, но эти правила, эти объяснения, они не изменяли его жизнь. Но пришел момент, когда Закей встречается с Иисусом. И мы сразу видим, что происходит в его жизни, этот переворот, где он говорит, все, что я взял, все, что я взял у кого-то, я отдам в четыре, в пять раз. Когда вчера Закей был готов убить за лишнюю монету. Очень часто мы как бы говорим о том, что человек должен оставить и должен перестать делать. Но я верю, что перемена настоящая происходит, когда мы приводим человека в это присутствие, когда мы являем Иисуса им, когда они переживают Божий свет, Божье присутствие, тогда в этом свете перестает существовать твоя жизнь, перестает существовать эти вещи, которые для тебя такие дорогие. И уже не происходит эта торговля. Ну, не знаю, если это Бог или не Бог, или если я смогу. В его свете, когда мы охвачены им, когда он для нас становится все, там больше нету торговли. Там больше нету этих весов. Все, что ты можешь в этот момент сказать, это вот я, Господь. Вот я. Вот я. Эти весы, они уже выброшены. Эти весы уже не существуют. Я полностью принадлежу тебе. Я больше не свой. Я больше не свой. Моя жизнь больше не принадлежит мне. И вы знаете, я верю, что когда мы говорим на эту тему посвящения, мы не можем просто говорить о вещах, которые мы еще должны оставить. А мы должны говорить о том, кто должен захватить всю нашу жизнь и стать единственным источником в нашей жизни, от кого мы питаемся, кем мы живем, кем мы дышим, кем мы существуем. Потому что мы никогда не будем способны пожертвовать собой, если мы еще находимся на этом базаре, где мы выбираем. когда Моисей, он захотел иметь эту встречу с Богом, Богу надо было отозвать его от всех этих отвлечений, от всех этих голосов, от всех этих забот. Богу надо было Моисея наедине. Мы очень часто привыкли или хотим как бы corporately, как бы в толпе или как в общем переживать Бога. Где-то прийти в церковь и пережить Бога, пережить Его присутствие, где-то включить поклонение и как-то, знаете, почувствовать и пережить. Но есть момент, когда Бог отзывает тебя наедине. Когда Бог хочет иметь дело с тобой лично, наедине. Там, где нету никого, там, где нету больше голосов никаких, больше нету никаких мнений, телефона, V-text-месседжа и фейсбуков. Там, где Бог, Он отзывает тебя, чтобы ты отделил себя для Него, чтобы Он мог встретиться с тобой. Моисей, он имел эту жажду, он имел это желание, но Бог не пришел туда. Бог позвал его на эту гору. Он говорит, ты хочешь встретиться со мной? Иди сюда, на это место, которое я назначил, и я там явлю себя тебе. Мы так часто, знаете, в нашей жизни хотим, чтобы Бог спустился в нашу суету, погрузился в наш мрак, погрузился в наши проблемы и в этих проблемах как-то облегчил нас. Ну, Бог намного выше наших проблем, нашей ситуации и всего того, в чем мы находимся. И Он хочет отозвать нас выше, чтобы показать нам самого себя. В Исайе написано, Он говорит, что мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли. и как небо выше земли, так и мои мысли выше ваших мыслей. Как небо выше земли, так и мои пути, они больше ваших путей. Вы знаете, очень часто мы идем своим путем. мы идем своим путем и мы в этом то, что наше, мы пытаемся как-то все-таки чем-то пожертвовать, от чего-то отказаться. Но это тяжелый путь. Есть Его путь, там, где Его бремя, оно легкое. Там, где вот эта жертва, которая для тебя была жертвой, она больше не жертва. Потому что ты охвачен им. Он центр твоей жизни. Апостол Петр, он он не говорил и не отговаривался, когда Его вели на распятие. Он просто сказал, я не достоин умирать, как Иисус. Когда Иисус встречался с этими учениками и Он говорит им, оставь все и следуй за Мной. Они вставали, оставляли все и шли за Иисусом. Что-то охватило их, что-то они пережили внутри себя, что дало им эту способность отказаться от всего, от своей профессии, от своей карьеры, от своей жизни, даже от своих семей на какое-то время. И они последовали за Иисусом. Я верю, что вот эта встреча с Ним это то, что делает нас способными посвятить себя. Во свете Иисуса, во свете вечности мы можем отказаться от своей плоти и от всего плотского в нашей жизни, которое нас так сильно притягивает, которое нас так сильно отвлекает от того, что Бог имеет для нашей жизни. Знаете, когда Бог, Он не является центром нашей жизни, тогда все остальное оно как-то не помещается, оно не влазит, мы его запихиваем, оно там не должно быть. вроде бы все остальное хорошее тоже, но если Бог не на центре, если Бог не является центром нашего внимания, нашей жизни, все остальное оно не будет получаться, все остальное оно не будет удовлетворять и оно не будет обогащать нас, оно будет разрушать нас. Благословение оно для того, чтобы оно было благословением, но очень часто, вы знаете, мы измеряем это в каком-то успехе, в каких-то возможностях, но если мы не в правильном, не в правильной позиции с Богом, то эти вещи, хорошие вещи, они могут разрушить нашу жизнь, они могут отвлечь нас. когда он сказал этому молодому юношу следуя за мной, он не попросил у него ничего, этот молодой юноша был богатый, у него были связи, друзья, деньги, мы не видим, чтобы Иисус сказал, вот человек, какой способный, какие у него достижения, он может быть поможет нам накормить пять тысяч, которые у нас будут на стадионе, почему-то Иисус не восхотел ничего, что было у этого юноши, и он сказал ему, он говорит, перед тем, как ты последуешь за мной, продай все, что у тебя есть, все, что твое, раздай нищим, и потом следуй за мной, Богу не надо то, что у нас есть, Богу нужен ты и я, он не восхотел этих богатств, хотя Иисус очень часто был и в голоде, очень часто не знал, где следующий день будет проходить, но он говорит, оставь все, и следуй за мной, второй хрониклс, написано, что Бог обозревает всю землю и ищет тех, чье сердце полностью предано ему, и вы знаете, то, что я сейчас говорю, это я не просто проповедую вам, это крик моей души, это то, что я прохожу в своей жизни, и я хочу, я хочу, и знаете, иногда у меня молитвы такие стали, Господь, потряси мою жизнь, Господь, разрушь все, что человеческое в моей жизни, я хочу видеть тебя, потому что во свете его присутствия ты готов молиться вот такими страшными молитвами, ты готов отказываться от всего, что человеческое, хотя оно может быть, знаете, по-человечески смотрится как-то глупо, но Иисус сказал, если ты хочешь приобрести свою жизнь, ты должен потерять ее, если ты хочешь стать мудрым, ты должен стать глупым, хочешь стать сильным, в твоей слабости моя сила, она совершенная, как бы все наоборот, хочешь стать великим, стань слугою, когда Бог говорил к Аврааму и он говорил ему об Исааке и мы опять видим это место, где он попросил Исаака и Авраам он не мог просто сделать это там среди всех людей, он не мог быть рядом со своими близкими, этот момент пришел в его жизни, когда Аврааму надо было отделиться от всех и от всего, от своей жены, от всех людей, потому что они бы не поняли его, они бы не согласились с ним, но он и шел на эту гору посвящения, он умирал на пути этой горы, он умирал для себя, он умирал для этого обетования, он умирал для этого успеха, и пришел момент, когда даже на этой горе были два помощника с ним, и пришел этот момент, когда они стали приближаться ближе, и Авраам говорит, вы должны остаться здесь, вы не можете идти со мной дальше, и Авраам остался один с Исааком, на этой горе Бог уже ожидал его, на этой горе Бог уже приготовил все для того, чтобы встретиться с Авраамом, уже был Агнец, уже было все приготовлено, и Бог ожидал его там, я верю, что это приглашение следуй за мной, оно сегодня звучит к нам, когда Иисус приходит и говорит, следуй за мной, Он сказал Петру, следуй за мной, и Я сделаю тебя ловцом человеком, Иисус говорит к нам сегодня, следуй за мной, и Авраам поднялся на эту гору, и там встретил его Господь, там встретило его Божье присутствие, и он услышал там голос Божий, есть вот это место, есть вот эта гора, как бы гора посвящения, гора, где Иисус был распят, это гора, где происходит смерть, но в то же самое время происходит жизнь. Колоссянам 2 глава 6-7 стих написано посему как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укорененны и отверждены в Нем и укреплены вере. И в английском переводе даже говорится не просто ходите, а следуйте. так как вы приняли Иисуса, так и следуйте за Ним. Я понимаю, что мы не просто покаялись, мы не просто пережили Бога, чтобы приходить в церковь и чувствовать Его присутствие, но Он призывает нас к высшему пути, это следование за Ним, это высший путь в нашей жизни, это то, что как небо выше земли, это Его путь, и Он говорит, пошли за мной, следуй за мной, и вы знаете, только когда мы начинаем за Ним идти, только тогда происходит вот этот переворот в нашей жизни, от этого решения, если мы стоим и думаем, то кажется, столько много, от чего надо отказаться, столько много, которое для меня такое дорогое, такое ценно, этот комфорт, и все, что я имею, и как это так, но Бог говорит, следуй за мной, у меня есть высший путь для тебя, я не хочу, чтобы ты был охвачен вот этими вещами, я не хочу, чтобы ты был охвачен каким-то успехом, каким-то достижением, у меня есть больше для тебя, следуй за мной, и я хочу в заключение просто взять некоторые моменты из жизни Иисуса, чтобы мы увидели действительно, как Он поступал, Луки 5 глава, 15-16 стих, но тем более распространялась молва о Нем и великое множество народа стекалось к Нему слушать, врачеваться у Него от болезней своих, но Он уходил в пустынные места и молился, то есть мы видим жизни Иисуса и как толпы они тянулись к Нему, множество народа написано, которые были больные, которые были одержимы, у которых было так много нужд, Иисус Он находился среди этой толпы, и в английском переводе написано, что Он отделял себя от них, Он как бы отступал от этой толпы, и Он уходил в пустынные места, молиться. Вроде бы Иисус как бы для этого и призван молиться за больных, изгонять бесов и так далее, но почему-то написано, что Иисус часто уходил от этой толпы в пустынные места и молился. часто мы видим, что Иисус Он отделял себя от всех и уходил сам. Вот это время, когда ты сам, когда ты с Богом наедине. Иисус, Он часто, 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 Иисус также сказал, что моя пища, то есть мое удовлетворение, мое питание, моя жизнь, это творить волю Отца Моего. Когда пришли ученики назад, и Он сидел возле этого колодца, они говорят, ты уже поел? Он говорит, нет, я, говорит, поел, моя пища, мое насыщение, мое удовлетворение, от чего я питаюсь, это творить волю Отца, я полностью зависим от этого, это мое питание. И смотрите, есть еще несколько мест, Иоанна 5, 30, Иисус говорит, я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Смотрите, Матфея 12, 48, по 50 стих, и указав рукою своею на учеников своих, и сказал, это когда мать и братья пришли поговорить с ним, пообщаться, и он сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и мать. Иисус Иисус Я верю, я что это время, когда Иисус был Сам, когда Он был наедине, Он приходил в эту пустыню, чтобы видеть Отца. Он приходил в эту пустыню, чтобы слышать Его голос. Это не было время какой-то знаете inner session, как бы когда мы inner seating, ходатайствуем за кого-то или что-то молимся, промаливаем и служение, и церковь, и разные занятия, и программы. Я не умоляю это, но я верю, что вот это время, драгоценное время, ради которого Иисус отделял себя от всего, то, что происходило вокруг Него, это было время, когда Он уходил, чтобы видеть Отца и слышать Его голос. Потому что Иисус говорит, я ничего не делаю, пока не увижу Его Творящего. Иисус говорит, я ничего не говорю от себя, пока не услышу это от Него. Правда? То есть Иисус, Он был полностью зависим от Отца. И вот в чем наша сила, как верующие люди, когда мы полностью находимся в зависимости от Иисуса. И мы не делаем ничего, пока мы не видим Его и не слышим Его. Потому что много можно делать добрых дел, много можно делать хорошего, но есть воля Божья для твоей жизни, которую ты познаешь не в проповеди и не в помазании и не возложении рук, а ты познаешь ее в этой тайной комнате, в этой пустыне, когда ты отделяешь себя, когда ты посвящаешь себя, и когда ты говоришь, Бог, я пришел сюда, чтобы видеть тебя, мне нужно видеть тебя, мне нужно слышать твой голос, я не могу ничего делать сам, я не могу ничего говорить от себя, и мы видим, что часто ученики ложились спать, а Иисус уходил на гору, он уходил на это место, где он встречался с отцом, дорогие, это место должно быть центром нашей жизни, это пустынное место, где мы встречаемся с Богом, где мы уходим наедине, где мы готовы отказаться от всей этой суеты, от всего, что происходит, даже если мы в самом большом успехе и толпы вокруг нас, и мы думаем, ну когда я освобожусь, когда у меня закончатся мои дела, я найду время провести с Богом, иногда так не получается, иногда надо делать как Иисус, отделять себя от толпы и уходить, потому что если Иисус перестает быть центром нашей жизни, тогда все, что мы делаем, оно уже делается ради других целей, то служение, которое мы несем для Бога, оно уже встает нашим служением, мы уже делаем все через человеческое, через свое, люди уже видят нас, они не видят его, и апостол Павел, он говорит, что я не пришел к вам в словах мудрости человеческой, но в явление силы и духа, чтобы вера ваша, она не была в человека, чтобы вера ваша не была в то, что я могу вам сказать, но чтобы вера ваша, она утверждалась в Иисусе Христе, в Его силе, в Его помазании, это место, пустынное место, когда ты и я, мы являемся полностью наедине, полностью обнажены, полностью, вы знаете, как слабые, как люди, которые зависимы, Бог, я не могу идти дальше, я не могу ничего делать без тебя, я перестал слышать тебя, я перестал видеть тебя, ты нужен мне, потому что если мы находимся в этой близости, в этом общении с Отцом, и мы видим Отца Творящего, мы видим как Он говорит к нам, и мы передаем всего сердца, люди, которые слышат нас, люди, которые прикасаются к нам, они переживают явление Божьей силы, явление Божьего Духа, и это изменяет их жизнь, и это основывает их жизнь на твердом камне, который является Иисус Христос, А мы очень часто создаем какие-то программы, создаем какие-то структуры, и делаем людей, зависимых от наших способностей, ты перестал звонить, человек перестал в церковь ходить, он ради тебя в церковь ходил, ты не явил ему Иисуса, он не пережил Божье присутствие в своей жизни, которое перевернуло все, которое как у Закея, он сказал, я все отдам, мне ничего не надо, я встретился с Иисусом, я полностью охвачен, для меня все мусор, все ссор, апостол Павел говорит, что это такое, что происходит с нами, когда мы встречаемся с реальностью Божьей, когда мы встречаемся с Божьим присутствием, когда Его свет, Он осияет нас, что происходит с нами, что это такое, что мы готовы отдать свою жизнь, пожертвовать собою, готовы идти на смерть, кто уговорил нас, кто убедил нас, никто, мы просто встретились с Его присутствием, и когда появился Он в нашей жизни, вдруг все оно растаяло, и оно перестало существовать, когда я пережил Бога в 16 лет, почему-то в тот день я не думал о вещах, которые мне надо оставить, я не думал, о, это значит, я не могу больше врать, курить, пить, гулять, оно больше не существовало, я был охвачен, у меня это не стояло под, знаете, таким вопросом, или под жертвой такой, что я оставил все, и последовал, я полностью был охвачен им, у меня больше не существовало какие-то наркотики, какие-то друзья, какие-то вещи, оно перестало существовать, его свет пришел в мою жизнь, Иисус он показывает нам свою полную зависимость, видеть Отца и слышать Отца. Сегодня мы должны вернуться к этой зависимости. Дорогие, мы построили столько человеческого, и оно мешает нам, оно препятствует, оно отделяет нас. Я молюсь, чтобы пришла Божья благодать и просто потрясла, потрясла нашу жизнь, мою жизнь, чтобы Он был единственным, чтобы Он был единственным источником, чтобы я больше не торговался. если можно пройти на клавиши. отец. может быть кем-то, это уже как яд. Даже желание быть успешным Которое внутри нас растет Это как рак Мы очень часто хотим быть кем-то Даже в Божьем Царстве Даже в служении Но надо, чтобы эти желания Они умерли в нас Иисус, Он пришел К ученикам Он наклонился На колени Взял воду Полотенце и стал омывать им ноги Он видел, что у них были эти мысли Он видел, что они совсем не понимают Что все, что Его, это их Что все Его Царство Это оно внутри них Это все для них Но мы часто измеряем В человеческих мерках Вот эти мерки Вот этот ruler Как линейка Мы должны ее сломать Она будет отвлекать нас от Бога Она будет отвлекать нас от того Что Бог определил для нашей жизни Очень часто То, что Бог будет говорить К твоему сердцу Это будет непонятным И это будет намного больше, чем ты И даже Оно будет как бы выглядеть глупым для тебя Когда я был в Африке на прошлой поездке Я читал эту историю Про Павла и силу Апостол Павел Он принял призвание от Бога Проповедовать язычникам У него было это пламя У него была эта страсть Это желание Проповедовать язычникам И сам Бог призвал его Это Он говорит Что я не призван людьми Меня не поставили люди Сам Бог меня призвал Я апостол Павел Раб Иисуса Христа Я раб Евангелия Я отделенный Для Евангелия Я отделенный Для служения И знаете Святой Это отделенный Ты отделенный Для Бога Ты его Он хочет иметь Время с тобой Он хочет тебя наедине Он хочет тебя Чтобы ты отделил себя От твоей суеты От своих отвлечений От своих каких-то достижений И мыслей Он говорит Ты мой Ты отделен для меня И апостол Павел говорит Я раб Я отделен для Евангелия И этот апостол Павел Он идет В Азию Проповедовать И мы читаем Что Дух Святой Не позволяет ему Как Restrict Сначала Не позволяет Они идут в другую сторону Он потом Restrict Как это слово Как бы А? Ограничивает И говорит Нет И как бы Апостол Павел Вроде бы идет Служить И исполнять То, что Бог Сказал ему делать А Дух Святой Говорит Нет Всякие Рожденные от Бога Водим Духом Божьим Если мы Сильно Озабочены Делать то Что Бог К чему Бог Присвал нас Мы никогда не сможем Быть в Его водительстве Мы будем говорить Отойди от меня Дьявол Я пошел дальше А здесь Апостол Павел Имел эту чувствительность И он понимал Что это Дух Святой Что это не просто Какая-то атака Это не просто Какая-то стена Это не просто Какое-то препятствие Это Дух Святой Он говорит Хорошо, Дух Святой Куда мне идти? Пошел туда И там Если мы Не будем В полной зависимости От Духа Святого Мы будем ходить Нашими путями Даже в Божьем призвании Но Бог Делает так Что Апостол Павел И Сила Их встречают Злые люди Которые побивают Их палками Избивают Их Тащат В темницу Приковывают Их ноги К бетонному полу И оставляют Их там Вы представляете Состояние Павла В этой темнице Как бы мы были В этой темнице Неужели это Ты Бог? Неужели это Мой конец? Неужели так? Но апостол Павел Он уже умер Для вот этих Человеческих мерок Для вот этих Знаете Наших штучек И в этой тюрьме С этими цепями Где-то в полночь Он и Сила Они начинают Поклоняться Они начинают Прославлять Бога Они начинают Молиться И славить Его Ты велик Бог Ты всемогущий Бог И приходит Землетрясение Фундамент Начинает Трескаться В этой В этой тюрьме Цепи Они падают С их ног И все двери Открываются В этой темнице Свет Божий Приходит туда И вы знаете Просыпается Этот Охранник Он смотрит Все темницы Открыты Все двери Открыты И он думает О Боже Что произошло Он берет нож И он готов Себя убить А апостол Павел И Сила Сидят в темнице И говорят Эй Ты что делаешь Мы здесь И мне так удивительно Что Бог Через Вот это все Хотел встретиться С этим охранником В этой темнице И написано Что Этот охранник Он пошел Вместе с ними И он говорит Что Мне делать Чтобы спастись Почему у нас Не спрашивают Этот вопрос Что мне делать Почему в нас Люди Не видят Этот свет Так часто Как должны Мы больше Объясняем И теорию И И И И И что тебе еще И суббота И не суббота Ну почему люди Не спрашивают у нас Этого вопроса Что Мне делать Чтобы спастись Этот охранник Он встретился С Божьим присутствием Он не встретился С Павлом Он не встретился С силой Павла А он сразу сказал Что мне делать Трепет пришел Страх пришел Он встретился С этим присутствием Но он понимал Это больше чем я Это больше чем мои понимания Все что я могу сказать Что мне делать Скажи что мне делать чтобы спастись апостол павел он берет этого охранника они идут в их дом весь дом его принимает иисуса христа они там же делают водное крещение это был божий путь он говорит мои пути они выше ваших путей то что я делаю ты может быть не до конца понимаешь но она больше чем ты она больше чем твоя логика то что я делаю она выше и больше тебя но я хочу задать нам вопрос сегодня находимся ли мы в этой зависимости и в этом состоянии где мы готовы следовать за иисусом в эту темницу в этот проигрыш кавычках правда мы хотим победить мы хотим быть первыми мы начинаем выборочно слушать голос божий мы выбираем что мы хотим слышать авраам имел общение с богом имел близость с богом он слышал голос божий но не только когда бог высвобождал обетование он также имел способность слышать когда бог сказал возьми исаака и принеси в жертву что это такое нет это не бог видите вот почему нам так тяжело часто а его время идти за ним это полное удовлетворение полное счастье апостол полагает мы ничего не имеем всем обладаем нас побивают считают мертвы а вот мы живы мы независимы от этих мирских вещей от этих плотских вот этих связей от этих мерок вот этих линеек мы мы не от этого мира вообще мы свыше родились мы новое творение мы одно с богом и один дух с ним мы люди отделенные мы люди взятые в удел мы божий народ он запечатлил нас наше наше тело наш разум он имеет его печать мы намного выше чем то что ты нам предлагаешь мы намного выше чем позиции чем титулы чем деньги чем успех чем еще что-то чем эти все штучки я хочу познать его пути я хочу познать его но чтобы исполнять его волю надо быть близко надо быть рядом рядом с ним чтобы постоянно слышать чтобы постоянно видеть его чтобы нам исполнять его волю мы должны быть близко если мы начинаем уходить на дистанцию со временем мы перестаем видеть мы перестаем слышать и уже мы как бы по натопленной дорожке служим богу пытаемся чем-то пожертвовать но уже так тяжело мы не в его воле да мы делаем хорошие вещи да мы делаем правильные вещи вроде бы все так хорошо а внутри пустота а внутри тревога а внутри что-то нарушено есть дистанция дорогие есть дистанция первое с чем иисус разобрался на кресте это с этой дистанции его смерть она не была сконцентрирована на исцелении или на каком-то освобождении оно было полностью о том чтобы приблизить нас опять к нему правда первое что произошло это это завеса в храме она разорвалась это дистанция это то что раз разъединяло нас то что от отдаляло нас от бога он разрушил это и он говорит я дал вам смелость приходить мое присутствие в его присутствие так хочется чтобы люди встречались с его присутствием когда они встречаются с нами так хочется чтобы мы были носителями его присутствие это его желание 2 каритана написано что мы храмы носитель как как глиняные сосуды мы он влил в нас себя и мы носим его и мы раскрываем я не хочу сейчас говорить о цене оставь все потому что даже не стоит тратить время об этом говорить это все она стоят ничего когда ты встречаешься с ним когда ты начинаешь видеть его когда его свет он осияет тебя все это я хочу быть как павел и сила которые вводимы духом божьим которые готовы идти за иисусом куда бы это не было и чего бы это не что и не только исследовать но быть счастливыми они в тюрьме в помощь были счастливые люди они не были рабами они не были окованы хотя у них были цепи они были свободны и в свободе они начали поклоняться есть смерть которую мы должны погрузиться чтобы его жизнь раскрылась внутри нас я хочу умереть я хочу чтобы бог потряс потрес мою жизнь и все что основано на человеке чтобы она рухнула и упала даже если это будет больно но во свете его я его больше хочу я его больше хочу и когда знаете мы переживаем его некоторые говорят ты что-то говоришь ты что так мы ты вообще знаешь что ты просишь но когда он приходит ты готов ты не держишься больше за это тебе хочется иметь близость с ним и ради этого ты готов отказаться от всего оставить все и сказать вот я вот я вот я вот вот я сам наедине вот никого нету никто на меня не смотрит я больше не перед кем я перед тобой вот я в пустыне бог вот вот я на этой горе я пришел с исаком я пришел со всем что у меня есть я готов положить я готов а бог там уже приготовил встречу там уже агнец готовы там уже его присутствие там уже его ангел они он уже ждет он уже смотрит и ждет вот он идет давайте мы встанем сейчас мы встанем сейчас Аминь. Иисус, мы любим Тебя. Иисус, Ты так дорог. Ты так дорог нам. Мы хотим Тебя больше, чем эту жизнь. Мы хотим Тебя больше, чем чудеса. Мы хотим Тебя больше. Пусть Твоя благодать придет сейчас на это место. Боже, мы сами даже не знаем, как искать Тебя. Мы сами даже не знаем, как стремиться к Тебе и как молиться. Мы фильтруем все через свое. Но нам нужна Твоя благодать, нам нужна Твоя любовь, чтобы мы смогли прийти к Тебе, чтобы мы смогли вернуться к этой первой любви, чтобы мы смогли прийти на это место, на эту гору, На эту пустыню О, разрушь, Господь Все, что не от Тебя Все, что мешает нам Во имя Иисуса Во имя Иисуса Одним вечером я молился И я молил Бога, чтобы Он наполнил меня Я просил Его, Господь, наполни меня Наполни меня, наполни меня И Он мне сказал, что Ты уже полный Ты полный своими вещами Нету места Больше в Тебе, чтобы я наполнил Тебя И моя следующая молитва Была молитва опустошения Где я выливал себя Я выливал все, что внутри меня Я отказывался от всего И опустошал себя И потом я говорил Вот я, Господь Наполни меня Вот моя жизнь Больше нету ничего здесь моего Больше нету моих планов Моих целей Моих достижений Моего иго Все, что мое Я выливаю Вот, наполни меня Я Твой Я готов Я готов Отказаться от всего Я готов быть никем Я готов стать безумцем в глазах других Наполни меня Я хочу познать Твои пути Если это Твоя молитва сейчас Если Тебе надо опустошить Какие-то вещи в Твоей жизни Я просто приглашаю Тебя на этот алтарь Пусть это место Сегодня это будет то место этой горы Это место этой пустыни Где Ты встречаешься с Богом Где Ты говоришь Господь Господь Я опустошаю себя сейчас Господь Я поднимаюсь на эту гору посвящения Я говорю Тебе сегодня Вот я Вот я Вот я Разрушь все, что не от Тебя Убери все, что мешает Тебе Субтитры создавал DimaTorzok